Привет, мои биатлонные друзья! Немножко в последние дни я взял паузу с блогом в связи с поездкой из Кемерово, где много было народу на чемпионате России. В том числе довелось там пообщаться с нашим величайшим бойцом Федором Емельяненко, который рассчитывает провести прощальный бой в России под эгидой Беллатр до конца этого года. Ну и будем надеяться, что все у него получится отлично. А пока вернемся к нашим биатлонным делам. Кстати, тоже анонсирую. Сейчас не сижу на месте, веду работу по... Скажем так, для того, чтобы преподнести вам некоторый сюрприз по интересным материалам. И буду надеяться, что так же все срастется. Но пока поговорим о новостях последних дней. В Норвегии стартовал фестиваль Холминкоринский шоу 2021, где соревновались биатлонисты. Это пока местные только, но возможно на Блинк приедут иностранцы. Но приятно, что спортивная Норвегия все-таки возрождается. И прошли в первый день стрелковое состязание и гонка-преследование. Вот стрелковое упражнение выиграла Ранхельд Финстеневик у женщин. Молодая биатлонистка. А в гонке победу праздновала Марта Усбер-Ресселан. Но правда, стоит признать, что действующая обладательница Кубка мира Гири Лекхов и также один из лидеров национальной команды Норвегии Ингрид Андроваль не участвовали в этих стартах. Что касается мужчин, то там Стурла Холм Лекрейт выиграл с минимальным преимуществом над Тарием Бео. Ну а Тари, в свою очередь, был лучшим в гонке, где также стоит отметить высокий результат Веб-Йорнас Сёрума, недавнего норвежского юниора, который сейчас вошел в состав команды Бе. Ну и, возможно, совсем скоро уже постучится в ворота и основной национальной команды. Что касается наших летних биатлонных дел, то Союз Биатлонистов России сформировал календарь. Значит, часть стартов в рамках Чемпионата России пройдет в Демино. Это суперспринт, спринт и масс-старт. Соответственно, основная программа будет в Тюмени. Но здесь, как я понимаю, в Демино будут соревнования отборочные на Чемпионат мира в новое место. И сборники там вряд ли будут принимать участие. Что же касается Тюменской программы, то там должны выступать все сильнейшие. В том числе и местные лидеры Логинов и Бераничев. Поэтому, думаю, что там будут основные такие самые интересные состязания. Что касается Чемпионата мира, то тоже, сказать, из-за пандемии, из-за того, что сезон олимпийский. И многие не хотят менять график сборов. Сложно сказать, насколько будет сильный состав участников. Все-таки летнему биатлону сейчас IBU уделяет не так много внимания. Но в то же время важно, что эти соревнования проводятся. А год назад не проводились. Также опубликован предварительный календарь Кубка IBU, который пройдет по плану с стартами в шведском идре в конце ноября. И будет включать в себя уже должное количество этапов. А именно 8. В том числе пройдет Чемпионат Европы в Арбере. Ну и хочется верить, уже даже этапы не спаренные будут, а полноценные. Хочется верить, что большая часть вот этих вот ковидных ограничений будет снята в предстоящем сезоне. Есть надежда на это. Но на этом у меня все. Единственное, в заключение еще поставлю интервью с Александром Каспировичем. Мы говорили с Александром Владимировичем о работе его с командой Болгарии и подготовке Александра Логинова. Поэтому можете прослушать последние новости. Ну и в общем-то на этом все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги. Ну в целом, да, расскажите, как собственно идет работа, какие условия в команде, что нового. Вот так. Ну в принципе у нас все идет по плану, как мы заплатили. Вот мы в данном плане подготовки к олимпийским играм. Первый сбор мы провели уже в рамзалфах, в условиях, в категориях. В принципе все задачи мы практически решили, которые ставили все команды. Условия для нас были идеальны. Правда погодные условия немножко совсем нас радовали. Но у нас есть спорта такой, что в принципе еще страшно. Нождь слишком, было много дождя. А на клинике республики хороший был снег, хороший круг. А так все знакомо, мы часто бываем, и все хорошо. Сейчас следующий сбор вот у нас такой, это в руководнике, это вы знаете прекрасное место. Поэтому условия прекрасные. Вот здесь сейчас готовится также и немецкая женская команда. Вот мы с ними параллельно пересекаемся на стрельбище. В общем-то, пока все идет хорошо. Что новому в команде, у нас сменился массажист. Сменился массажист, ну он у нас практически после Нового года пришел к нам. И добавилась у нас одна девочка, это Йорка, которая выступала, удачно выступала на Перействе Мира в Авертилихе. От Христова Лора. А так состав тот же у нас. Массажист, да, мы с удовольствием с ним продолжили бы работать. Но он работает в троянах, работает тренером, работает неплохо, молодец. В общем-то, мы с ним вели разговор. Я тоже очень хорошо его знаю, добро знаю. И тоже так же, такого же мнения, как мы вместе с тобой совпадаем. Он как и человек, и массажист. И мало того, он еще плюс еще на лодике стоит. Он помогал в свое время и катать еще все. Я прекрасно знаю болгарский биатлон. Ясно. А вот, кстати, многие команды начали первые сборы проводить в Среднегорье. Это и россиян касается, и вашу команду. Это связано прежде всего с тем, что Олимпийские игры будут на серьезной высоте? Нет, абсолютно нет. Это уже методическое направление давным-давно используется. Первый сбор в условиях Среднегорье. Там есть определенные задачи по физиологии, есть определенные задачи по методической части. Поэтому здесь ничего особо такого страшного нет. Все нормально. Дальнейшие какие планы? Будете ли где-то пересекаться с российской командой? Да, конечно. Мы планировали и вот сейчас июньский сбор вместе провести в ОТОПе. Но из-за ситуации, которая сейчас складывается в Европе с коронавирусом, мы не смогли удовлетворить, и россияне тоже там не смогли. Я думаю, что там и финансовая часть, и выездная часть. Но я думаю, что мы пересечемся в самое ближайшее время. Это в августе месяце в Набельный Кирилл. Ну, здорово. Да, мы там будем вместе. В принципе, я буквально сейчас после нашего разговора буду с нашей разговаривать. Мы сейчас с вами поговорим. Поэтому тоже обсуждаем. Вот только они заехали по плану. Сережа Башкирова тоже сам постоянно на связи. Ну, в принципе, как сам Александр говорил, что он работает по плану Башкирова, но все равно с вами держит связь, и вы в курсе всех дел. Ну, да, конечно. Что-то там я не то, что там делаю. Человек работает, каждый день видит спортсмена. А я дистанционно вообще не понимаю всех людей. Я могу просто подсказать, что я наблюдаю, я наблюдаю, я ими, я раскаюсь со спортсменом. Я вижу, какая тренировка, какие условия, вот и все. Как бы я беру, я бы провел вот этот тренировок таким образом. То есть, в принципе, ничего такого страшного нет.